Для владельцев квартир в одном из жилых комплексов в Астане уже привычным делом стали протекающие трубы, трещины на стенах, часто выходящие из строя лифты. И люди даже горько шутят, что их дом бизнес-класса уже в пору признавать аварийным жильем. Во всем они винят обслуживающую компанию. Претензии жильцов выслушал мой коллега Амир Саминбетов. Алена Нукенова рассказывает, что приобрела квартиру в этом доме еще на стадии строительства. Тогда застройщик рекламировал, что на территории ЖК будут высажены деревья, построены скверы и детские площадки. Но выполнение этих обещаний жители ждут на протяжении 12 лет. По их словам, дом сдан в эксплуатацию с большими нарушениями. У нас дуло ужасно, с розетки дуло, с каждой щели дуло. Потом уже когда дом садился, у нас пошли трещины. И с этих трещин, с угловых трещин всегда дуют. Потом уже мы сами делали, конечно же, ремонт через какое-то время. Утепляли стены, утепляли за батареями. Когда это все снималось, вот этот вот обой, вот этот гипсокартон, можно так сказать. Там были огромные щели, там сквозило. Там нет никакой защиты. Нет никакого пенопласта, не знаю, утеплителя. Мы все делали это своими силами. Но претензии у жильцов не только к строительной компании, но и к обслуживающей. Люди уверяют, что коммунальная организация ничего не делает. В дождь вода с 36 этажа доходит до 10. Из-за потопа и сильных морозов лифты выходят из строя. Вся штукатурка в подъездах осыпается. Видеокамер на этажах нет. При этом жильцы за услуги КСК ежемесячно платят более 30 тысяч тенге. Но куда уходят эти деньги, они не знают. Я живу в этом доме 12 лет. Наверху в пандусах гололед, в лестницах гололед. То есть выйти из дома вообще очень проблематично. Сантехников нет, электриков нет. То есть все приходит в такую негодность. У нас грузовой лифт постоянно выходит из строя. Трубы технического этажа насквозь прогнили. А чтобы устранить течь, ничего другого не придумали, как просто забить пробки. А ведь жильцы собирали средства на ремонт. Вся инфраструктура, которая была в 2006 году введена, на сегодняшний момент она находится в плачевном состоянии. Это и общие трубы, это и состояние паркинга. Нас возмущают тоже. Неоднократно ломаются ворота. Очень долго чинятся. Свободный доступ посторонних людей осуществляется. Падает штукатурка, все обваливается. В паркингах штукатурка падает. Обломки с потолка уже повредили несколько машин. Большинство владельцев этих мест делают вот такие навесы, чтобы хоть как-то спасти автомобили. Обращались неоднократно во всевозможные инстанции, в том числе вот в Акимат, где застройщику или обслуживающей организации, в данном случае службе эксплуатации зданий, было предписано осуществить несколько пунктов, в том числе посадку деревьев вокруг ЖК, устранить коррозии на инженерных сетях и в тифловых узлах, осуществить ремонт водостоков, провести надлежащее состояние ворота паркинга. Перед нами никто не отчитывался ни о какой проделанной работе. И мы не видим результатов, издвигов, каких-то улучшений в этом жилом комплексе. Мо 16 марта этого года жильцов ждал сюрприз. В жилом комплексе появилась новая обслуживающая компания. Казалось бы, приятная новость, но люди узнают об этом через объявление в подъезде, а буквально через неделю в их квартирах отключают отопление. Появилось объявление, что якобы несколько насосов в одну ночь в доме вышли из строя. Якобы пока жители не соберут 12 миллионов, это вот все есть в объявлениях, которые они прислали с печатью, то есть пока жители не соберут 12 миллионов, тепла не будет. То есть жители начали возмущаться, то есть как так может сразу несколько насосов в один день сломаться, откуда эти суммы. Жильцы некоторые проверили стоимость на самом деле насосов. Там стоимость насосов не повышала одного миллиона тенге, а собирали они 12 миллионов. То есть ситуация очень странная. Но для людей до сих пор остается загадкой, кто выбирал эту обслуживающую компанию. Ведь с ними никто не встречался, не проводил собрания. Жильцы жалуются, что руководство новой обслуживающей компании на контакт не идет. Мы решили сами задать им вопросы, мол, дверь офиса оказалась заперта. Лично с жильцами мы приходили, разговаривали. То есть никаких документов о том, на основании чего они пришли, они показать не смогли. Они сказали, обратитесь к нам письменно. Мы написали письменный запрос, пошли к ним, но они нас просто не приняли. Мы написали заявление в полицию, в прокуратуру. А после трагических событий в Кемерово жители обеспокоены пожарной безопасностью. Запасные выходы отсутствуют. Двери в паркингах заварены, противопожарные щиты пустые. Обслуживать дом вернулась предыдущая коммунальная компания СЭС Астана. От разговора на камеру они отказались, ссылаясь на занятость, но вот по телефону все же объяснили, что замечания Акимата они устранили. Все лифты и камеры видеонаблюдения функционируют. Дом обслуживает 58 человек и даже готовы предоставить отчет о финансовой деятельности. Мы от своей работы не отказываемся. Свою работу 100% выполняем. Одна инициативная группа приводит компанию, вот эта компания хорошо обслуживает. Вы, говорит, если не можете, давайте, передавайте. Мы передали, через 15 дней мы обратно приняли. Они не могли по насосам вопрос решить. Продолжение следует...